Сама профессия подразумевает обслуживание всего города, населения, бесперебойной подачи газа потребителя. Пришел в газовую службу, изучил трубопроводы, газопроводы все, и со временем дошел до того, что обслуживаю растральные колонны. Это все-таки было такое внутреннее переживание, стресс. Это были алые паруса на северной колонне. Я поднялся туда в первый раз. Боже мой, как красиво. Мне страшно было подойти к парапету, к углу, потому что высота там 32 метра. Думаю, что ничего себе, такое величие, такие волущественные колонны. Узел учета газа. Тут продувочный газопровод. Вот он пошел у нас наверх, запальных устройств. И основной вентиль непосредственно, откуда начинается весь праздник. Рации синхронно открываем задвижки, и происходит зажжение одновременно. Бывает такое, что у нас ориентир, там, 12 часов, 12 часов на Петропавловской крепости выстрел с пушки. Это тоже как сигнал для того, чтобы одновременно начать открывать. Были такие ситуации, неблагоприятные погодные условия, там, ливни были, дожди, что-то такое, да. Приезжаем, начинаем весь комплекс проделывать. Один запальник не зажигается, не разгорается. Видимо, отсырел. Такие всякие случаи нестандартные. Есть ручной поджиг, который находится у бригады непосредственно. Сделали удочку, разобрали, сделали поджиг скотчем, занесли его в чашу колонны, ну и, получается, вручную зажгли. Старый дедовский способ отработал. Во все праздники дарим частичку тепла, света. День военно-морского флота, аппарат кораблей. Какая-то преемственность, связь чувствуется, что вот, когда-то пространные колонны зажигали сюда, входили в акваторию Невы корабли. Бывает, встанешь так в уголочке, стоишь, оперся там на перила и смотришь. Просто дух захватывает вся эта красота. Нева, Петропавловская крепость. Ты ощущаешь себя в первом ряду. Это очень дорогого стоит.